Новогодние каникулы, проведенные блондинкой в Дубае с ее дочкой, но без Игоря Макарова, вызывают недоумение у поклонников. На прошлой неделе Лера Кудрявцева не смогла больше скрывать разрыв с хоккеистом, с которым они жили вместе с 2012 года. Вопрос возникает, что могло привести к распаду их отношений, учитывая отсутствие серьезных конфликтов, разницу в возрасте, наличие двух нянь, помогающих воспитывать ребенка, и достаток. Однако, тревожные звоночки начали звучать в 2022 году, когда Лера начала давать негативные отзывы о своем мужа. Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, к сожалению, мужчины мельчают. Дома все делаю я. На самом деле у нас история попроще, все хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки, делает и муж, и помощник, рассуждала телезвезда. Лера всегда была финансово независимой, каждый из супругов вносил свой вклад в семейный бюджет, а вопросы о крупных покупках решались совместно. В то время Игорь получал больше, чем Лера, однако ситуация изменилась после того, как он решил завершить свою профессиональную карьеру. Когда Макаров искал свое новое призвание, Кудрявцева продолжала успешно получать гонорары на телевидении. Теледива также обдумывала возможные изменения в их отношениях. Когда ты долго замужем, любовь остается, а страсть проходит. Но это даже по физиологии неправильно. Просто все спокойно. Игорь в принципе, никогда не был романтиком. Я ему как-то говорила, ну давай, пригласи меня на ужин со свечами. А он, Лер, хватит. Какие свечи? Он не из этой истории. У нас романтизма-то и не было. У нас рутина, быт. Отмечала ведущая. Что касается возрастной разницы, Кудрявцева всегда с легкостью насмехалась над этим, демонстрируя великолепное чувство юмора. В нашей паре он старик, а я молодая. Он дома сидит, ему ничего не надо, нудноватый. Разница в возрасте, это только цифры, подчеркивала блондинка. В то же время, на прошедшем дне рождения Леры в караоке-баре ни один из посетителей не сомневался в идеальной гармонии, царящей в отношениях между супругами. Игорь буквально носил свою жену на руках, что вызывало у всех лишь восторг. Благодаря этому, многие подписчики начали сомневаться в верности Макарова, иначе ведущая не стала бы так решительно объявлять о разрыве. В то же время другие продолжали подогревать тему возможного мезальянса, ведь, помимо комментария о вреде алкоголя, телезвезда не предоставила хейтерам оснований для размышлений.